Хотелось бы, чтобы мы выглядели мощнее, но пока что история, она наша известна всем и и оно в состоянии игроков сказывается на неточностях каких-то. У нас были, даже недавно собравшись и не успев толком сыграться, кое-что все-таки чуть-чуть не успели и создали что-то в игре с торпедой, что здесь моменты-то мы создали, но чтобы их воплотить в гол, где-то и не хватает. Я считаю, прежде всего, мощности физической, которую у нас не было возможности поднять, натренировать. Будем сейчас с этим мириться, приходится деваться-то некуда, но за счет игр парни будут, я надеюсь, набирать, набирать. И постепенно мы должны выйти на какой-то необходимый уровень, дай бог, чтобы не получали травмы. Наверное, мы из всех команд ФНЛ в таком незавиденном положении оказались, у других все равно хоть полкоманды добыло, как минимум. И они могли раньше начать подготовку, более понятная ситуация была. Это я не жалуюсь. Я констатирую просто ситуацию, какая она есть. И мы что-то себе представляем, что будет непросто. И еще не сразу мгновенно все закончится. Одно могу сказать, что я вижу, что ребята очень хотят показывать и более интересный футбол, и другие результаты. Если так будет дальше продолжаться, будут они и работать на тренировках, и на матчах. Сама отдача такая, пока сколько сил хватает, но они выкладывались полностью. Поэтому я могу только их похвалить. Ну, не забили, не реализовали. Пока мы еще... Чего-то, чего-то нам немножко не хватает для уверенности реализации этих моментов. Но все вместе, как и поначалу я говорил еще до первого матча, так и сейчас, я говорю, что планомерная работа, мы не будем бросаться из крайности в крайность. Все понимаем, что не сразу нам удастся выйти на необходимый уровень, как минимум физического состояния, что без чего сложно рассчитывать на очень хорошие результаты. Но в этом направлении, в буднях и следующих играх, пытаться играть ребята кто-то и через не могу, чтобы набирать, набирать и не набирать форму. Ну, естественно, мы ведем работу и над взаимодействием. У нас пока еще не было возможности все темы охватить. Есть недочеты по организации как оборонных действий, так и атакующих. Поэтому, тут, естественно, тоже параллельная работа. То есть, во всех составляющих, которые необходимы. Вопросы, пожалуйста. Сергей Григорьевич, в подложении к темы травам серьезное повреждение? Знаете, обычно по горячим следам невозможно это понять. Даже вот УЗИ, чтобы сделать, бывает, надо 2-3 дня подождать, когда немножко там же, когда опухает, это работа в сосудах, растекается кровью. Чтобы немножко это ушло, иначе мы не увидим, что там со связками. Поэтому повреждения есть, насколько сложные, пока трудно сказать. Еще вопрос. Еще хотел спросить по игре Буки. Второй тур подряд он активнее других берет игрок на себя. Видно, что игрок творческий, но пока немного, скажем так, получается. Чаще всего, сегодня на франде его сразу 2-3 футболисты соперника встречают. Тимори Буки. А, Тимори Буки. Ну, Тимори Буки, я считаю, у него очень хороший потенциал. Но все-таки он последний сезон-то играл во второй либе. А там другие скорости. До этого он играл в ФНЛ, за Волгарь, Астрахань. И сейчас ему тоже понадобится какое-то время, чтобы адаптироваться с тем скоростями. Все же ФНЛ побыстрее играет, чем во второй либе. Опять же, необходимая адаптация на потенциал, я у него вижу. В концовке еще, помимо Мазу, был готов выйти Пухов? То есть, не нашли на кого менять? Да нет, там, по особенности, регламента. Ну да. То есть, я думал, что это еще четвертая замена, честно говоря. А мы же Смирнова впервые поменяли. Вот. А это уже была замена пятой. В этом случае молодого игрока можно только на молодого менять. Вот. Ну, Пухов вместо вратарей я не могу. Но Мазу Роа пока что выпустили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин